12 января в Державинском прошли выборы ректора. Студенческое сообщество поддержало кандидатуру Павла Моисеева. И вот в День студента он проводит встречу с обучающимися ТГУ. Изучая сайт ТГУ имени Державина, я наткнулся в разделе «Студенты» на программу «Лояльность». Спустя какое-то время, естественно, мне стало интересно, что это такое. Для тех, кто не знает это, представляет собой большую систему различных скидок. Различных кофейн, мест общего прибытия студентов. И, как я знаю, на данный момент она не работает. Когда можно было увидеть ее возвращение этой системы? Мне бы хотелось реализовать в университете некую бонусную систему. То есть, надо подумать, какие активности, может быть, пятерку мы получили, сколько-то баллов. Студентам предлагается копить эти баллы и тратить их в рамках университетских услуг. Спортивные, оздоровительные, образовательные. Или же в организациях, с которыми сотрудничает ТГУ. Кафе, например. В числе прочих звучал вопрос об академической стипендии. В начале года сумма выплаты увеличилась. Размер стипендии зависит от итогов сессии. Если студент обучается на бюджете и закрыл сессию на 4,5, то его стипендия составляет 2400 рублей. Если четверка одна, то 2700. А отличники в конце каждого месяца получают 3400 рублей. В сентябре выплаты снова проиндексируют в соответствии с уровнем инфляции – 5,5%. Вместе с вопросами звучали и предложения. Так, например, студенты выступили с инициативой организовать масштабный фестиваль под эгидой Державенского. Мы готовы это поддержать. У нас в этом году юбилейный год. Нашему университету 105 лет и 280 лет Державену. Поэтому мы тремя руками за. Кроме того, ребята предлагают открыть секции по боевым искусствам. Мы тоже это поддерживаем. У нас очень хорошо работает наш спортивный клуб. Поэтому лично для меня встреча прошла в очень конструктивном ключе. Честно, очень рад. Такие встречи планируют сделать традиционными. Чтобы выслушать вопросы и предложения студентов, руководство университета будет общаться с ними раз в полгода – год. А вот для разработки конкретных инициатив и проектов встречаться будут чаще. Полина Болотова, Александр Чекмарев, Анна Мусатова. Область новостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!